Погоди, я отведу тебя к одной даме в гукинистическом магазине. Вот она тебе покажет настоящих поэтов. Здравствуйте, Кира Августовна. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Позвольте вам представить, это Миша, мой юный приятель, большой книголюб, поэт. Мир спит невероям, а он по ночам на кухне пишет стихи. По-моему, это ваш клиент. Очень приятно. Да вы проходите. И такие же молодой человек любят стихи. Я? Ну, конечно, вы. Да я все стихи люблю, все книги люблю. Все? Ну, например. Били копыта, берепута, гриб, град, гроб, круг. Маяковский. Да, Маяковский у нас самый любимый. Ну, вы же знаете, Виктор Михайлович, у меня с Маяковским, но как-то не очень. Я помню, я помню. Ну, а еще что? Еще? Сейчас. А, вот еще. Ты жива, еще моя старушка. Живу я. Привет тебе, привет. Есенин. Ну, знаете, какое-то на самом деле очень странное сочетание. Все дело в том, что у него мама, она очень часто по гитару поет эту старушку, а он мальчик по спричьему. А вот мы сейчас посмотрим, понравится ли молодому человеку вот такие стихи. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. А кто это? Это Гумилев. Кто? Николай Гумилев, вы не слыхали? Нет. Но забыли мы, что осиянно только слово предземных тревог. В Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. А я, вы знаете, даже никогда не слыхал о таком. А почему? Ну, потому что молодой человек Николай Гумилев был расстрелян в 21-м году. А, его белые расстреляли, да? Нет, его расстреляли не белые. Николай Гумилев был мужем Анны Ахматовой. Об Ахматовой, конечно, слышали? Об Ахматовой я читал постановление. Центрального комитета о журналах «Звезда» и «Ленград». Она глудница, черница и антисоветский писатель. Вот. Постановление читали. А стихи ее, вы знаете? Да вы что, она ж глудница. Какие стихи-то? Боже мой, мне ни к чему, а дичуские рати и прелести легических затей. А мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, следуя стыда, как желтый одуванчик у забор, как пустки и лебеда, сердитый оклик, запах дегтя свежий, таинственная песнь на стене. Весь стих уже звучит, задорен, держит на радость вам и мне. Точно. Вы послушайте. Писала я на аспидной доске. И на листочках вееров поблеклых. И на речном, и на морском песке. Коньками кольдру, и кольцом на стеклах. И на стволах, которым сотни зимы. И, наконец, что было всем известно, что ты любим, 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 расписываешься радугой небесной. А вот еще, моим стихам, дописанным так радостно, и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, С разброслым пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным льдинам, настанет твой черед. Спасибо.